Мы вообще о них мало знаем и почти нигде их не встречаем. Большей частью они находятся дома, ведь у них очень хрупкие кости, которые ломаются не только из-за травм, но и из-за неосторожного движения или прикосновения. Хрустальная ваза может выдержать небольшой удар, а детские ножки ломаются даже под одеялом во сне. Видимо, поэтому мамы готовы применять даже непроверенные препараты. Мы везде писали, нам ответ приходит, а что если будут побочки, и что если ваш ребенок умрет, а что нам до 18 лет сидеть и ломаться? У нас есть команда докторов, у нас есть, которые готовы лечить. Вот не дают и все. Есть протокол лечения общий, что с 3-х лет или с 2-х лет есть дозировка. Вот в протоколе есть, что препарат применяется с такого-то возраста, а в аннотации написано до 18 лет. Друг другу противоречит. Тогда мы должны что-ли ждать, пока до 18 лет ребенок весь переломается. Он и так из-за переломов, ребра все ломается, сердце все сдавливается, и ребенок, он и так, я не знаю, возможно, нашли талии скулы. Причиной этого недуга является генетическое наследственное заболевание, приводящее к ненормальной ломкости костей и развитию тяжелых деформаций скелета. Современная медицина вылечить эту патологию еще не может, но ей вполне по силам значительно улучшить качество жизни хрустальных людей, особенно детей. Но, по словам родителей, из-за чрезмерной осторожности системы здравоохранения дети становятся инвалидами. Моя. Вот покажите ее. Вот, 9 лет. Она ходит, мы лечились, вовремя начали. Вот, которые не лечились. Видите разницу? Вот, постань, доча, покажи. Возраст одинаковый. Вот, встань, походи, доча, покажи. Вот, видите, есть результат. Почему запрещает, я не понимаю вот этого. Запрещает что? Запрещает колоть вот этот препарат. А вы его применяли? Мы применяли в маске. Мы все. Вот, которые не получали результат. Видите, ребенок в кресле сидит. Не может полноценно вообще как двигаться. Просто сидит и все. Мамы хрустальных детей часто жалуются, что даже из роддома их выписывают с переломами. И не дают никаких рекомендаций, что с этим делать дальше. Родители должны самостоятельно искать клиники, где могут помочь их маленьким хрусталикам. Но местные врачи пока разводят руками. Производитель, да, это тот, кто производит лекарства. Прежде чем, прежде чем его отправить на рынок, он должен сказать. Я провел эксперименты, да, химические, лабораторные, на мышах, да, вот, на добровольцах. И говорю, что в такой-то категории препарат эффективен и безопасен. Только в таких случаях, в таких случаях мы можем разрешить применение. Я вот просто вам вот это объясняю, да, вот, мысль. А центральная этическая комиссия – это этика. Этика, да, вопрос этики. Насколько этично использовать у детей, если мы не знаем, что этот препарат безопасен. Согласно министерским отчетам, медицина и система социальной помощи крепнут и развиваются. Только люди от этого почему-то здоровее и счастливее не становятся. Боуржанша Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.